Ну что, спасибо, что вы пришли, выдержали уже две лекции, и это третья. Конечно, это дело непростое. Давайте я напомню, что мы делали на первых двух. Значит, мы обсуждаем науку про ассоциаторы. Про решение вот этого уравнения в фи в кубе равно фи в квадрате. На этом множестве ассоциаторов действует большая группа, группа Гротендика Техмюллера. Эта группа — это экспоненты градуированной алгебры Ли. И эта градуированная алгебра Ли, наверное, возможно, изоморфно-свободная алгебра с образующими во всех нечетных степенях, начиная с тройки. Ну, значит, это какая-то большая гипотеза. Известное вложение в одну сторону. Это большая недавняя теорема Фрэнсиса Брауна. Значит, в этом пространстве ассоциаторов нам известны явным образом три точки. Одна точка — это ассоциатор КЗ, о котором мы говорили в прошлый раз. И он получается из уравнения КЗ, или, можно сказать, из плоской связности КЗ. Вот эта вот другая точка здесь — это просто то же самое выражение, но комплексно-сопряжённое. И вот есть ещё одна точка. Давайте мы её так обозначим просто буквой Фи. И вот об этой ещё одной явно известной точке мы будем говорить сегодня. Значит, здесь есть ещё одна связность, есть ещё одна физическая модель, которая с этим связана. И вот эту точку мы сегодня и обсудим в некоторых деталях. Значит, ну, прежде всего, нам нужно будет снова заняться немножко алгебрами Ли. Значит, до сих пор у нас была в обороте такая алгебра Ли-ТН, вот этих инфинезимальных крашеных КЗ. И потом была более сложная алгебра Ли-ЖЕРТН. Но сейчас мы введём ещё одну довольно простую и, может быть, симпатичную алгебру Ли. Значит, это алгебра Ли трёхвалентных деревьев. Давайте мы её так... Вот это нестандартное обозначение. Я его просто использую для этих лекций. Значит, деревья Н. Значит, ну, прежде всего, тут будут рисунки всякие. Сейчас нужно подобрать цветные мелки. Значит, что такое вот эти деревья Н? Значит, прежде всего, как векторное пространство, оно... Значит, они натянуты на... Ну, давайте я здесь, может быть, напишу, а потом нарисую. Что-то нужно не забыть. Фланарные. Трёхвалентные. Деревья. Значит, у них декорированные листья. С... С листьями, которые покрашены в цвета от единицы до М. Может быть, значит, потом у нас здесь будут тоже соотношения. И я их напишу. Но прежде чем писать эти соотношения, давайте я просто нарисую несколько примеров таких деревьев, чтобы понятно было, о чём речь. Вот, например, такое трёхвалентное планарное дерево. То есть мы это дерево рисуем на плоскости. У него есть трёхвалентные... Ну, то есть все вершины, которые... Все внутренние вершины, которые есть, трёхвалентные. И после этого мы должны как-то покрасить листья. Ну, например, вот если у нас среди наших цветов есть 1, 2, 3, то есть N, по крайней мере, 3, то мы можем, например, покрасить вот таким способом. Ну, или вот, например, есть ещё такое дерево, которое нам сегодня тоже пригодится. Значит, здесь 2 внутренние вершины. И здесь достаточно будет даже 2 цветов для того, чтобы покрасить листья. Мы сейчас поговорим, почему я как-то так придираюсь к тому, как мы будем красить листья. Ну и, наконец, вот такой не совсем очевидный, может быть, из определения вариант. Вот это тоже трёхвалентное дерево. У него вообще нет внутренних вершин. У него есть только 2 листа. Но, тем не менее, оно тоже входит в наше определение. Ну, вот здесь, допустим, 1, 2. Теперь, может быть, немножко по слову «планарные». Да, эти деревья планарные, они нарисованы на плоскости. Но, в принципе, если вы хотите, вместо того, чтобы думать о том, что вы рисуете их на плоскости, вы можете говорить, что у вас задан циклический порядок циклический порядок этих самых листьев в каждой вершине. То есть вы можете думать, например, что ориентация плоскости, ну, например, против часовой стрелки вам индуцирует вот такое вот циклическое упорядочение рёбер, которые входят в каждую вершину. Ну, тогда можно забыть о том, что они нарисованы на плоскости, и это будет эквивалентная структура. Теперь о том, по каким соотношениям нужно делить. Ну, здесь такие естественные соотношения, которые мы просто из слова алгебры «ли» знаем. Значит, одно соотношение – это такое. Если у нас есть какое-то дерево, и у него здесь вот есть две ветки, эти две ветки могут быть любого размера, то мы можем поменять эти две ветки местами. И получим знак «минус». Ну, вот, может быть, мне его нужно как-то каким-то другим цветом написать. Вот. То есть, ну, как в алгебрах «ли», да, антисимметрия. И второе соотношение, вы, наверное, уже угадали, какое, да, это тождество Якоби. В терминах вот этих диаграмм, значит, здесь какое-то у нас есть дерево, у него есть вот такие три ветки, которые висят, ну, и мы просто добавляем их в циклические перестановки, и для любого выбора ветвей получаем ноль. Вот, значит, нужно делить по таким соотношениям. Сейчас, сейчас, секундочку. Значит, пока что я просто сказал о том, как мы строим наше векторное пространство, да? Мы рассматриваем вот эти деревья по модулю вот таких соотношений и рассматриваем их линейные комбинации. Но если перевести, значит, вопрос, который вы задаете, наверное, это вопрос о том, чему же равна скобка Ли, правда? Я вот там пообещал, что это будет алгебра Ли, и поэтому я должен сказать, чему равна скобка Ли, верно? А А и В это какие-то фрагменты? Это любые ветки. Они могут быть любого размера. Ну как, поскольку это трехвалентное дерево, да? То что это может быть? Это может быть вот отсюда начинающееся любое трехвалентное дерево. А, В, С и А и В там. Это просто любого размера трехвалентные деревья, которые висят на этих ветках. Что, что, что? Да. Да. Ну, 1212, да. Совершенно верно. Это N цветов. Совершенно верно. У меня есть N цветов. Значит, здесь вот задано вот это вот количество. Значит, задана буква N, да? Вот. И мне после этого разрешается красить листья произвольным образом в те цвета, которые я хочу, но вот из этого набора. Теперь, помните, я говорю, что я тут как-то немножко колебался в смысле выбора цветов. Ну вот, может быть, если продолжить вот этот вот пример, да? Вот здесь вот мне понадобилось обязательно три цвета для того, чтобы покрасить листья. Ну, действительно, если я попробую покрасить листья в два цвета, да, то тогда, ну, используя отношение вот этого вот антисимметрии, конечно же, получится, что это равно минус тому же самому. То есть, на самом деле, это соотношение антисимметрии просто убьет такое дерево, и поэтому это дерево на самом деле равно нулю. Поэтому мне нужно было хотя бы три цвета. А здесь оказывается, что двух цветов достаточно для того, чтобы... Для того, чтобы... Тут есть один небольшой вопрос, который, ну, это не очень важно, как его решить. Дело вот в чем. Иногда решают, что вот такие вот короткие деревья с одинаковым цветом, написанным на разных листьях, равны нулю. А иногда решают, что это центральные элементы. То есть, это не очень важно. Это можно сделать и так, и так. То есть, это вопрос к переговорам. Значит, теперь... Да, давайте я напишу выражение для скобки ли. Значит, ну, можно дать формальное определение, но я предпочитаю вместо этого нарисовать один пример, из которого это станет ясно. Давайте я нарисую скобку ли вот двух таких простых деревьев. Значит, такое трехвалентное дерево, один, два, три. И второе трехвалентное дерево, один, четыре, пять. Вот, два таких дерева. Значит, идея вот какая. Вы берете два дерева и ищете пары листьев, которые покрашены в один и тот же цвет. В этих двух разных деревьях. Ну, здесь я подобрал пример так, что есть всего одна такая пара, да. Есть вот эта единица и эта единица. Значит, теперь вы начинаете заниматься таким садоводством. То есть, значит, эти два дерева нужно привить к общему стволу. Вот у вас, значит, вы берете эту единицу, тот, значит, цвет, который у вас оказался общим. Вы берете эту единицу и прививаете к нему вот эти оба дерева, да. Значит, это дерево будет два, три, а это дерево будет четыре, пять. Здесь нужно... Я здесь решил, что первое дерево, то, которое стоит в скобке первым, оно будет против часовой стрелки от второго. И это задает знак. То есть, если вы поменяете эти два дерева, то тогда, значит, эта ветка будет наоборот против часовой стрелки от этой. То есть, вам придется их поменять местами. И по вот этому соотношению, которое мы накладываем, получится знак минус. Потому что нам же нужно откуда-то получить антисимметрию скобки. Ну и оказывается, что, конечно, соотношение якоби дает нам тождество якоби для этой скобки ли. Значит, ну, в более сложных случаях, когда у вас есть... Да, если у вас есть много пар, то вы делаете эту операцию для каждой пары и суммируете все результаты. То есть, вообще говоря, в правой части будет сумма, когда у вас могут быть много разных пар, и эти результаты будут складываться. Значит, может быть, еще один пример. Вот такой. Возьмем такую совсем простенькую скобку ли. Вот пускай у нас есть два коротких дерева. Значит, первое пускай покрашено в цвета и ижи. Ну, какие-то теперь, да, произвольные. И другое в цвета и ик. Значит, ну, снова. Будем считать, что все три индекса разные. Тогда есть всего одна пара, которую я должен прививать. И у меня получается вот такое дерево с одной трехвалентной вершиной. Может быть, такое забавное, ну, или интересное наблюдение состоит в том, что... Смотрите, здесь у нас мы начинали с набора индексов. Одно дерево ижи, другое дерево ик. Но ответ, который получился, в него ижи ик теперь входит симметричным образом. Ну, во всяком случае, если мы будем делать циклические перестановки, у нас будет получаться то же самое дерево. Если мы поменяем порядок, то получится то же дерево со знаком минус из-за соотношения антисимметрии. Теперь, может быть, пару фактов о вот этих вот... Так, а если у нас есть несколько стих одного сегодня? Да, замечательно. Две пары. Да, если есть две пары, значит, нужно выбрать все пары. Значит, у нас будет список пар. Для каждой пары мы знаем ответ. Потом нужно будет сложить все, сложить все вот эти ответы, которые получаются для каждой пары. То есть, вообще говоря, в общем случае, сумма по всем парам одинаковых индексов в двух деревьях. То есть, когда вы выбрали два одинаковых индекса на листьях в двух деревьях, вы знаете такой ответ, как сделать вот эту прививку, а после этого вы берете сумму по всем прививкам. Теперь, может быть, пару интересных фактов про вот эту вот алгебру деревьев. Ну, первый факт такой. Помните, у нас была вот эта алгебра Ли, довольно сложная, ТН, да, которая вот этими инфинитизимальными крашенными косами была образована. Оказывается, что есть инъективный гомоморфизм Ли из ТН вот в эти деревья для одного и того же индекса. Ну, и, наверное, вы уже сразу можете мне и сказать, как он будет выглядеть, правда? Легко догадаться. Нам нужно узнать, куда будут отправляться генераторы Т и Ж. Ну, и как вы думаете, куда они будут отправляться? Да, они, конечно, единственный разумный вариант из того, что я пока вам здесь показал, это вот эти короткие деревья. Палки, да. Ну, короткие деревья более культурные, это такой как бы эвфемизм слова «палка». Вот. Значит, ну и просто листья покрашенные, листья покрашенные в цвета и Ж. Ну, обращаю внимание, вот эти вот самые палки или короткие деревья с одинаковыми индексами не встречаются, поскольку в алгебре Т таких генераторов нету. Вот. Ну, может быть, небольшое упражнение. Помните, в алгебре ТН есть соотношение. Этих соотношений немного, в основном там все равно нулю. Есть одно какое-то более-менее нетривиальное соотношение. Ну, значит, с помощью правил, которые я вам показал, легко проверить соотношение ТН. Ну, немножко более сложная вещь – это увидеть, что этот гомоморфизм, что это гомоморфизм Ли, и увидеть, что… Ну, это на самом деле, это мы здесь проверяем, да. А увидеть, что он инъективен, что ничего не пропадает, что нету ядра, когда мы отправляем ТН вот в эти самые деревья Н. Ну, насколько он меньше? Он существенно меньше, чем деревья. Деревья намного больше, чем… Это мы еще обсудим. Значит, деревья, алгебра Ли деревьев намного больше, чем алгебра Ли вот этих вот самых крашеных коз. А вы не можете потратить 5 секунд, чтобы добавить что такое крашеные козы? А, давайте, да, конечно. Значит, здесь какое дело? Есть вот эти вот самые генераторы, да, которые с индексами от единицы до Н. И тут, значит, соотношения такие. Во-первых, нету генераторов, нету диагональных генераторов. Во-вторых, генераторы симметричные. Ну, это, кстати, уже сразу видно, да, вроде у нас нету никакой разницы между И и Ж. Мы можем повернуть это дерево, получается то же самое. Теперь, если у нас есть 4 разных индекса, то соответствующие генераторы, их скобка равна нулю. То есть, если у нас пересечение И Ж и ХЛ пусто. Ну, это тоже, это просто очевидно, да. Потому что наше правило вот с этими мичуринскими прививками предполагает, что есть пары индексов на листьях, которые равны. Здесь мы просто сразу говорим, что этого нету. Ну и, наконец, последнее соотношение вот такое вот, да, сумма Т и Ж и Т и К, скобка с Т и Ж и К равна нулю. Например, так это можно записать. Ну, естественно, для того, чтобы проверить это соотношение, нужно просто использовать два раза вот ту скобку, которую я вам уже показал, и увидеть, что ориентация, которая получится на наборе индексов и ЖК в этих вот двух скобках, будет просто противоположная. Ну, значит, по антисимметрии они сократятся. А почему все-таки объективно? А, ну, это нужно доказывать. Как это можно? А, значит, ну, я могу, скажем так, наверное, есть какое-нибудь хорошее, возможно, концептуальное или, возможно, какое-нибудь простое доказательство. Но я знаю такое доказательство. Можно вложить вот эти вот самые деревья в дифференцирование свободной алгебры Ли. После этого можно вспомнить, вот я показывал в прошлый раз структурную теорему для ТН о том, что это такая полупрямая сумма, да, свободных алгебр Ли. Ну, и после этого нужно, поскольку эти самые деревья действуют на свободные алгебры Ли, но это мы, может быть, еще чуть-чуть обсудим к концу лекции. Поскольку деревья действуют на свободные алгебры Ли, то после этого можно пытаться увидеть образы каких-то элементов, как они действуют на какой-то элемент, и сравнить, увидеть, что получается вся свободная алгебра Ли там, где нам нужно. То есть технически я так знаю, как доказывается, но, может быть, есть какой-нибудь способ более концептуальный. Значит, еще одно такое замечание и, может быть, забавный факт, ну или забавный, интересный факт про это дело. Вот помните, когда мы писали уравнение Пентагона, да, там у нас была такая деятельность, что можно писать, что есть генераторы Т со сложными индексами, там типа Т1, 2, 3, да, вот здесь с деревьями можно тоже играть в такую игру, значит, замечание. Вот, можно, например, представьте, что у нас есть вот такое дерево, да, и мы можем написать на листьях вот такие индексы, да, 3, 4, а здесь будет такой сложный, да, индекс 1, 2. Вот, и просто по определению будем говорить, что это просто сумма деревьев, где мы выбираем каждый из этих индексов и пишем его на листьях, потом соответствующие деревья складываем. Вот, если у нас есть такое правило, то мы можем, например, написать уравнение Пентагона, такое, ну, такое уравнение Пентагона, как в алгебре Ли, ЖРТ. Мы можем написать это уравнение теперь вот в этих самых деревьях. То есть у нас будет элемент Пси, это будет дерево, покрашенное тремя красками, и, значит, наше фундаментальное уравнение будет выглядеть таким образом. Пси, 1, 2, 3, 4, ну, точно так же, как и стандартное уравнение Пентагона равняется Пси, 1, 2, 3, 4, плюс Пси, 1, 2, 3, 4. Вот, значит, ну, вы можете спросить, а почему, собственно, я, почему, собственно, я интересуюсь, почему, собственно, я интересуюсь такой вещью. Ну, смотрите, тут вот какое дело. 1, 3, 4, 1, 2, сейчас. Пси принадлежит? А, Пси принадлежит, Пси принадлежит, нет, Пси, а, нет, 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 для Пси, нет, 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 вы не правы. Пси покрашено, Пси покрашено в три цвета, а вот уравнение, а вот уравнение принимает значение в алгебре с четырьмя цветами, потому что, смотрите, мне же нужно, здесь-то у меня всего три цвета, которые я использую. А потом я подставляю вместо первого цвета, например, здесь единицу, вместо второго цвета два-три и вместо третьего цвета четыре. Поэтому как раз здесь такая нумерология и бухгалтерия сошлись. Вот. Значит, а теперь давайте... Уравнение про определение. То есть это газ для любого дерева или любого дерева? Нет, нет, это уравнение. А вот сейчас я что-то скажу, а это уравнение, которое пока просто похоже на уравнение, которое мы уже писали в случае в алгебре ТН. Ну и вы знаете, что... О, я не решаюсь. Ну, то есть, может и имеет смысл, но нужен более талантливый художник. Вот. Нет, я не решаюсь. Ну, дальше, может быть, напомнить, что в алгебре Ли Т4 это уравнение на элементы ЖРТ. Ну, еще там есть ограничение на степень, да, но это определяющее уравнение для элементов ЖРТ. Так что, ну, элементы ЖРТ тем самым будут решать, если мы используем вот эту инъекцию Ли из ТН в 3Н, да, то тогда элементы ЖРТ, конечно, будут решать это уравнение в деревьях. Но давайте я вам покажу такой совсем дешевый способ, как в деревьях решать... Можно про это уравнение? Вот там 2, 3. Вот у нас был какой-то второй цвет, там было несколько вершин. И мы берем как-то там 2, 2, типа там 2, 3, 3, 3... Вы знаете, если вы не против, давайте вернемся к этому вопросу через пару минут, потому что я вам покажу один пример, и может, ну, если он останется, то тогда разумно к нему вернуться, а вдруг, может быть, я просто отвечу на ваш вопрос. Может быть, и нет. Через секунду, через секунду, да, да, да. Ну, нет, почему? Вы очень... То есть все вопросы приходится к месту. Значит, давайте я вам покажу способ, как... Вообще говоря, я ведь вот в этой самой, в алгебре t не показал вам, как решать это уравнение. Я показал просто одно решение, да, одно, которое нам не годится, другое, которое нам годится. Вообще-то мы знаем, у него масса решений, огромное количество решений. А вот в этой его алгебре деревья, давайте я вам покажу, как много решений найти. Значит... Значит, есть много решений. И вот есть такой простой способ. Давайте какое-нибудь возьмем дерево, покрашенное всего... У которого листья покрашены всего в два цвета. А после этого объявим Пси 1, 2, 3 равным... Ну, вот тут мне бы не ошибиться. Фи 1, 2 минус Фи 1, 2, 3 плюс Фи 1, 2, 3 минус Фи 2, 3. Я надеюсь, что я не ошибся. Значит... Ну, совершенно верно. Вот это отображение из Фи Пси, это какой-то дифференциал в каком-то комплексе. А, соответственно, вот если мы перенесем здесь правую часть в левую часть, это будет следующий дифференциал в том же самом... То есть между следующими подпространствами в том же самом комплексе. И тут простое упражнение. Значит, вот это вот Пси, которое я здесь написал. Пси. Пси решает Пентагон. Вот. Ну, тут вы, наверное, я не знаю, тут я бы ожидал, если вы немножко посмотрите и послушаете, что я говорю, может быть, имеет смысл задать такой вопрос. Раз вы его не задаете, давайте я его задам сам. Причем вам. Значит, ну, смотрите, вот я говорю, что можно написать много решений в деревьях, да? А спрашивается, а почему нельзя было, собственно, это использовать там, где это нас, может быть, даже больше интересует в этой вот самой, в алгебре лите? Почему так нельзя было поступить? Давайте вспомним, как, вот, может быть, кто-нибудь помнит, вот здесь вот, если мы эти деревья 2 заменим на Т2, что такое было за алгеброй лите 2? Значит, там, где есть всего два цвета, да, ну, или там, где есть всего два индекса, и есть, значит, как она выглядела? Нет, она была намного меньше, чем свободная. Это было Абель в алгебре Ли с одним генератором, Т1-2. То есть проблема в том, что, вообще-то, мы бы очень хотели применить этот способ для алгебры Т, но это не очень получается, потому что в алгебре Т2 есть всего один генератор. Это просто прямая, со скобкой Ли равной нулю. Поэтому из нее мы не получим, то есть мы можем применить эту конструкцию к элементам Т2, и тогда мы получим ноль. Значит, здесь получится ноль, но здесь ничего не выйдет. Здесь может быть такое замечание, что Т2 – это просто прямая с генератором 1-2, и поэтому здесь ничего не получится. А деревья с двумя цветами, конечно же, есть, и их огромное количество. Вот, например, вот это дерево, которое мы уже сегодня обсуждали. Если мы возьмем Фи, покрашенное вот такое дерево, покрашенное в два цвета, 1-2-2-1, вот, то тогда, если мы применим к нему эту конструкцию, то что-то получится. Получится что-то ненулевое, и я даже это вычисление проделал для того, чтобы убедиться, что все выходит хорошо. Так что могу предложить вам такое упражнение. Значит, ну, и я, конечно, скажу ответ. Значит, упражнение такое. Соответствующее Пси, которое соответствует вот этому дереву Фи, да, окажется равным генератору Сигма-3, который мы уже видели. Давайте я напомню вам, чему равен генератор Сигма-3. Это, если мы его запишем в термию вместо Ха и У, представим Т1-2 и Т2-3, то это будет такое выражение, да. Значит, Т1-2, Т1-2, Т2-3, и здесь минус Т2-3, Т2-3, Т1-2. Совершенно верно. Значит, давайте обсудим, да. Значит, я делаю какое-то утверждение. Какое-то утверждение про деревья. Значит, нужно сравнить. Давайте мы начнем хотя бы вычисление для того, чтобы увидеть, о чем тут идет речь. Вот такое, значит, у нас упражнение. Мы хотим увидеть, что... Сейчас. Секунду. Сейчас увидим. А, да, Пентагон, действительно. Ну, Пентагон... Нет, подождите. Здесь нам не нужен Пентагон, да, в том, что мы сейчас собираемся делать. Пентагон, это было в другом упражнении. Нужно было... Нужно было узнать, что если мы формально возьмем вот такое вот Пси, которое так через Фи выражается, то вот это Пси удовлетворяет Пентагону. Ну, это хорошо. Пускай предположим, что это правда. Давайте с примером разберемся. Значит, у нас есть две вещи. Во-первых, вот у нас есть это Фи. Мы должны его подставить в эту формулу и получить вот это дерево теперь с тремя цветами. Ну, давайте попробуем, чего же. Значит, чему же равно Пси? Пси равно такому. Значит, ну вот я рисую вот это дерево. Может быть, давайте я, может быть, поменяю знак, да, потому что я у себя вычисление так делал. Ну, может, а мало ли кто знает. Вот поменяем, а потом не сойдется. Что это Фи? Это Фи, да. Ну, смотрите, там Фи 1, 2, да? Первое слагаемое в Пси. Совершенно верно. Но я, конечно, продолжу формулу. Смотрите, да? Вот. Ну, я, давайте, давайте я поменяю здесь тоже, да? То, что мне... Давайте так сделаем. Это одно и то же с точностью до знака, правда? Тут двойка. Вот. Значит, я пытаюсь просто написать вот эту вот формулу для этого конкретного дерева. Значит, это первое слагаемое. Второе слагаемое такое. Значит, вместо единицы нужно так и поставить единицу. Ну, а вместо двойки нужно поставить 2, 3. Ну, это убьется, да, сразу, конечно. Потом нужно прибавить следующее дерево. Вместо единицы поставить 1, 2. И здесь поставить 3. Тут убьется тройка с единицей. Да, здесь убьется тройка с единицей. Совершенно верно. И, наконец, нужно снова вычесть. Да, снова вычесть. 2, 2, 3, 3. Ну, в общем, если вы посмотрите, окажется, что сократятся все слагаемые, в которых есть только два цвета. Вот какие 1, 1, 2, 2. Здесь тоже есть такое слагаемое. 1, 1, 2, 2. Здесь вообще... Вот здесь вот 4 слагаемых, правда? Здесь тоже 4 слагаемых. То есть у нас всего 5 слагаемых с плюсами и 5 слагаемых с минусами. Из них довольно большая часть сокращается. Ну, давайте я напишу ответ, который я во всяком случае... Не все сократились, потому что когда у нас 2, 3, мы два раза берем, да? Ну, там не все сократилось, потому что здесь вот есть такие 2, 3, 3, 2. То есть когда у нас есть 1, 1, 2, 3, то есть когда все три цвета участвуют, они не сократились, потому что здесь было 1, 2 и 3, 3. Вот. Поэтому, значит, у нас получится что-то в таком стиле. Ну, с точностью там до знаков, значит, будет с минусами 1, 1, 2, 3. Наверное, два раза, потому что эти, по-моему, это одно и то же, если 2, 3 или 3, 2. И плюс... Плюс вот такая штука. 3, 3, 1, 2. Может быть, на 2 умножить. Что-то в таком стиле. Вот. Вот такой вот получится ответ. А с другой стороны, да, я утверждаю, что эта штука, я утверждаю, что эта штука равна вот этому. Ну, может быть, с точки зрения коэффициента 2. Вот. Ну, тут нужно тоже... Давайте начнем вычисления, чтобы посмотреть, как это все выглядит. Здесь... Да. А там ты же. Подожди, а сейчас... Ну, сейчас, 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 сейчас. Вот, значит, это... Ну, как, у нас два вычисления, и мы должны их сравнить, да? Вот, значит, это... Значит, это первое было вычисление. Второе вычисление. Значит, мы хотим считать вот это выражение. Т1-2, Т1-2, Т2-3, минус Т2-3, Т2-3, Т1-2. Ну, наверное, я, может быть, не совсем хорошо говорю. Скорее, мы хотим считать его образ по отношению к инъекции в деревья, да? Конечно, иначе мы не можем их резонно сравнивать. Но поскольку это инъекция, то, ну, это почти одно и то же. Значит, ну, давайте, например, вот это вот слагаемое посмотрим. Что это такое? Это вот эта вот палка. И, ну, здесь мы можем сразу, наверное, написать ответ. Мы уже знаем, что такое Т1-2, Т2-3, да? Здесь будет вот такое вот трехвалентное дерево 2-2-1-3, правильно? Ну, хорошо, что же. Теперь вот смотрите, как раз вышло, как вот мы обсуждали. Теперь есть две пары индексов. Теперь есть две пары индексов, которые могут друг с другом, которые могут друг к другу прививаться. Вот эти вот единицы или двойки. Ну, получится вот такой ответ. Давайте, если мы, значит, двойки привьем, то получится 2-1, 2-1, и здесь будет 3-1, да? А если мы привьем, если мы привьем, сейчас, это, значит, было двойки, если мы привьем единицы, то получится такое. Значит, единица, двойка, двойка, тройка. Вот. Вот таких вот, значит, получится два выражения. Теперь нужно вычесть из этого комбинацию, где мы единицу заменяем на тройку, да? Потому что это просто единица заменяем на тройку в этой штуке. Ну, вот, значит, минус 3-3-2-1, минус 3-1-2-2. Вот. Ну, эти, на самом деле, оказываются равны друг другу. Так что вот эти вот, значит, уйдут. Ну, а в остальном останутся, может быть, с точки зрения коэффициента 2, те же самые, те же самые слагаемые со знаком минус, которые у нас получались раньше. 1-1-2-3 и 3-3-2-1. Вот. Вот такое вот вычисление. Ну, не знаю, насколько это стало. Ну, там, да, там есть какой-то... Да-да, это может быть я должен... Не-не-не, вы правы, нужно подработать. А, можно... Можно, вот, просто там горбузка. Да, все, все. Не, 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 не. Ну, вот. Вот такое вот, вот такой калкулус. Вот, я не знаю, вопрос, наверное... Да-да. Да-да, хорошо. Цель этого последнего часа мы должны с помощью вот этого всего формализма прийти к еще одному ассоциатору. Для этого, ну, в прошлый раз у нас была связанность книжника Замолодчикова, которая позволила построить ассоциатор. Значит, теперь у нас будет другая связанность, немножко более сложная. вот, называется связанность Тарасяна. И выглядит она таким способом. Значит, ну, прежде всего эта связанность, значит, здесь это похоже на связанность КЗ, принимает значение, значит, это один формы на конфигурационном пространстве, то есть мы берем ЦН без диагоналей, и теперь это будет связанность со значениями в деревьях. Значит, эта связанность тоже задается более-менее явной формулой, но эта формула намного менее приятная, чем... А раньше была где? А раньше была в ТН. И она будет согласована, да? ТН же у нас сложная в деревьях, но они согласованы, да. Согласованы в каком смысле? Это будет другая связанность. Это будет слоение. А, не-не-не-не-не-не-не-не. Но мы сейчас, мы обсудим, обсудим это дело. То есть что-то, ну, какое-то утверждение будет, тем не менее. Значит, ну, начинается все не так плохо. Значит, ну, здесь давайте я, раз мы пишем деревья, я напишу вот эти вот короткие деревья, палки, но это, конечно же, и есть Т и Ж, да? Они принадлежит, да, конечно. Вот. А здесь, значит, у нас будет производная, теперь вместо логарифма будет производная просто аргумента zi-zg, значит, ну, и плюс будет сумма, пока это по деревьям, про которую я сейчас побольше расскажу. Значит, то есть, здесь, ну, вот эти, можно сказать, что эти слагаемые похожи. Поход... Асимптотика совершенно другая. Да. Асимптотика ничего... Ну, мы это тоже, да, мы это сейчас через несколько минут обсудим. Значит, ну, начинается она все-таки в некоторой степени похожим способом, но потом есть еще много других слагаемых, и, действительно, здесь нету вот этих таких расходимостей типа DR на R, нету таких членов. Вот, давайте, значит, что же я хочу сказать про про вот эти вот вклады. Ну, пускай у нас гамма это дерево, значит, ну, вот такой пример, и пускай K это количество внутренних вершин. теперь мы каждому каждому такому дереву сопоставим дифференциальную форму, давайте ее назовем омега-гамма, и это будет дифференциальная форма такой степени, какое у нас есть в этом дереве количество ребер на пространстве Cn плюс k, где n это, значит, тот индекс n, который у нас был, а k это количество внутренних вершин, ну, снова без без диагоналей. Ну, и надо тут сказать, ну, я не знаю, может быть, многие из вас, может быть, все из вас наверняка слышали о технике деформационного квантования Концевича, да, есть несколько подходов к деформационному квантованию, но первое решение проблемы деформационного квантования происходит из вот такой техники Концевича, и то, что мы сейчас делаем, это, ну, какая-то вариация этой техники. То есть это какой-то элемент этой техники. Давайте я покажу, как это делается. Значит, давайте я напомню, здесь у нас есть цвета, ну, например, один, два, один, два, вот, и мы будем теперь писать на разных вершинах, на листьях и в вершинах наших деревьев координаты, координаты вот, элемент, точки вот этого пространства CN плюс K без диагоналей. Ну, и это делается очень просто. На листьях мы будем просто писать координаты Z с тем индексом, который соответствует этим листьям, а потом можно произвольным образом пронумеровать внутренние вершины и дальше дать им просто следующие индексы. Вот у нас здесь N равно двум и K тоже равно двум и здесь у нас должна быть какая-то форма на C4 без диагоналей и, значит, сейчас мы условно говоря на нашем дереве написали в различных вершинах внешних и внутренних четыре мы их пронумеровали и мы ассоциировали к каждой вершине какую-то точку Z. Теперь формула омега-гамма дается просто такой явной формулой. Это произведение по ребрам гамма. Тут E-гамма, наверное, лучше написать. Вот. И здесь мы берем единицы на 2P и снова производную аргумента давайте я напишу так Z' от E минус Z' от E и, ну, значит, что это такое? У нас ведь каждое ребро мы решили, что на на концах этого ребра у меня написаны какие-то какие-то координаты вот этой самой в C N плюс K. И давайте считать, что на одном конце написано Z' а на другом Z' 2'. Порядок их не важен, потому что производные от аргументов все равно, если вы перепутаете который из них первый, который второй, вы просто добавите P к этому аргументу и D от него будет равно нулю. Значит, здесь есть еще некоторая неопределенность, потому что нужно вообще говоря по делу упорядочить эти ребра. Но давайте там есть какие-то вопросы о знаках. Ну, давайте эти вопросы о знаках заметем. Мы выбираем за репеткой, которую мы ставим на вершине. Что же так? Каким образом выбираются цвета? А, значит, цвета выбираются так. Для листьев мы выбираем просто первый N, который соответствует листьям. После этого мы произвольным образом нумеруем внутренние вершины и просто тогда это будет не очень важно, какие будут их номера. Но мы пока что их просто нумеруем произвольным образом. Это будут разные формы. Совершенно верно. Это будут разные формы. Давайте выберем какой-то один способ и напишем такую форму омега-гамма. Сейчас, через секунду ситуация улучшится. У нас всего N плюс K нет. Номера для вершин берутся из первых N, а номера для внутренних листьев берутся из первых N, а для внутренних листьев номера для листьев, что важно, значит, у нас в дереве, помните, листья уже покрашены, поэтому там важно, как красить листья. Там мы должны выбрать наши вот эти самые номера в соответствии с покраской листьев. После этого остальные внутренние вершины мы нумеруем следующими. Значит, от N плюс 1 D, N плюс K, ну, мы можем это сделать произвольным образом, сейчас мы увидим, почему. Вот. Значит, теперь такое маленькое замечание или упражнение. Поскольку все деревья у нас трехвалентные, то на самом деле есть связь между количеством внутренних вершин и количеством ребер. И это связь такая. значит, внутренних вершин умножить на 2 плюс 1 это и будет количество ребер. Вот, например, здесь у нас две внутренние вершины, а ребер 5. Поэтому, значит, здесь вот эта форма омега-гамма это будет форма степени 5. Теперь мы построим новую формулу омега-маленькая гамма и это будет уже форма, это будет уже один форма на нашем исходном конфигурационном пространстве Cn минус диагонали. Вот, и значит, она будет равна интегралу от омега-гамма по всем конфигурациям вот этих вот внутренних точек Zn плюс 1 Zn плюс K которые мы ввели. значит, естественно, они не должны совпадать друг с другом и Z1Zn. Ну, вообще говоря, конечно, это такой немножко рискованный ход, потому что значит, мы собираемся интегрировать по такому некомпактному, да, по некомпактному подмножеству вот в этом каком-то R2K, да, там, большой размерности. Но оказывается, что все эти интегралы благополучно сходятся. То есть это и, ну, кроме того, у нас это форма размерности степени 2K плюс 1, да, мы собираемся интегрировать по вещественному такому циклу, можно сказать, по вещественному подмногообразию размерности 2K. Поэтому, в принципе говоря, у нас останется еще один элемент формы, который не проинтегрирован, и результат этого интегрирования это будет один форма. То есть такой мы делаем push-forward, да, конечно, нам нужно увидеть, что он хорошо определен, нужно доказать, что эти интегралы действительно сойдутся, но если это правда, то тогда у нас получится вот такие вот один формы на том конфигурационном пространстве, которое нас интересует. Конечно, технически это такой не вполне простой и не вполне приятный момент, но может быть сейчас вы можете мне поверить, что это работает. То есть это такая длительная история, если обсуждать, почему это действительно так. Но то есть как бы концептуально это несложно, но технически это относительно то есть тут нужно что-то делать, чтобы увидеть, что эти интегралы имеют смысл, что они сходятся. Но если они сходятся, то, конечно. до Концевича была дали там сумму по графам и были коэффициенты. совершенно верно. Это полностью проинфидировано. это какая-то да, Ну, скажем, тут может быть несколько замечаний. у Концевича значит, во-первых, ну там можно это делать для любых графов. У Концевич да, здесь очень простые графы, только деревья. Но Концевич обычно в таком стандартном подходе выбирает такие графы так, чтобы интегралы были числами, так, чтобы количество количество ребер совпадало с размерностью соответствующего конфигурационного пространства, по которому мы интегрируем. Вот. Ну, кроме того, может быть, одно еще важное отличие. Здесь мы интегрируем по плоскости, по каким-то конфигурациям на плоскости. Для того, чтобы решить проблему деформационного квантования, нужно интегрировать по полу плоскости, и там более сложные формы вовлечены. То есть, там есть еще какие-то сингулярности, которые могут возникнуть, когда мы приближаемся к границе полу плоскости. Вот. То есть, вообще говоря, там немножко, ну, скажем так, проблемы примерно те же, да, и техника, конечно, примерно та же. Ну, с тех пор, после Концевича, она многими людьми была в разные стороны отработаны. В общем, это несложное утверждение по нынешним временам. Но если просто так на это смотреть, конечно, нужно как-то доказывать, что эти интегралы все сойдутся. Ну, как, впрочем, и в исходной технике Концевича с этой полуплоскостью для любых графов, нужно вообще говоря смотреть, что они все сойдутся. Ну, давайте, может быть, я покажу какой-нибудь небольшой пример. Конечно, я не смогу посчитать интеграл, но покажу хотя бы ответ. Значит, пример. Ну, самый простой граф, наверное, вот такой вот. Выберем n, равное 3, и вот у нас будет такой вот граф с индексами 1, 2 и 3. И здесь давайте я выберу еще так. Вот у меня комплексная плоскость, здесь внутри нее лежит вещественная прямая, и, наверное, из тех соображений, которые вы уже можете догадаться, я выберу точку z1 здесь, в нуле, точку z3 в единице, и между ними выберу точку z2, которую мы обозначим просто z. Вот такая вот специальная конфигурация. Ну, смотрите, что мне вообще говоря нужно сделать, да? Мне нужно, грубо говоря, нарисовать этот граф вот так вот в плоскости и ввести еще одну точку w, которая здесь окажется. После этого у меня возникают три ребра, Z1W, Z2W и Z3W. Для них нужно написать вот эти вот три формы, значит, дифференциалы от углов. Ну, что это будут за углы? Это будут вот этот угол, да? Вот этот угол, если я прямые ребра нарисую, и, например, вот этот угол, дифференциалы вот этих трех углов. После этого я беру внешнее произведение этих трех дифференциалов и нужно их проинтегрировать по W во всей комплексной плоскости, кроме там точек Z1, Z2 и Z3. И после этого какой мы должны быть результат? Должна быть один форма, если я, допустим, Z1 и Z3 для удобства закреплю, это будет один форма от переменной Z. Давайте я вот для этого случая напишу просто ответ. значит, ответ получается вот какой, чтобы не перепутать. Значит, для точки между Z, между нулем и единицей. Минус единицы на 8P квадрат логарифм Z на единица минус Z плюс логарифм единица минус Z на Z DZ. Если я надеюсь ничего не перепутал. Ну, вот такой какой-то получается, то есть это самый простой интеграл, и он, к счастью, считается, так что можно это, значит, это для Z больше нуля и меньше единицы. Ну, вообще говоря, это, конечно, такое вычисление не для слабонервных, коэффициенты, которые мы здесь хотим получить, вот эти вот омега-гамма. Да. логарифм включает. Угу. Да. Значит, ну, теперь я могу сказать, что же мы напишем сюда. Значит, здесь будет плюс. Сумма по деревьям, ну, я исключил в явном виде сумму по вот этим коротким деревьям, по палкам, а это сумма по всем остальным деревьям, и здесь будут вот эти формы омега-гамма умножить, давайте я обозначу это таким способом, умножить на само дерево-гамма, по которому я думаю, что это элемент алгебры или деревьев. Почему я ставлю вот эти квадратные скобки, ну, помните, мы же там должны делить по всякой антисимметрии, по тожеству якобе, то есть, например, здесь у меня могут быть разные деревья, которые дают один и тот же элемент вот этой алгебры или, тогда соответствующие один формы сложатся, если здесь получатся одинаковые вещи. Вообще говоря, деревьев больше. Тут я должен вам сказать, что я еще немножко вас обманываю, потому что, как во всех вот этих вычислениях с диаграммами, здесь есть какой-то небольшой комбинаторный коэффициент, в смысле симметрии нашего дерева. Но давайте я не буду здесь поставлю небольшой знак вопроса, в том смысле, что здесь есть еще небольшой единица на порядок симметрии, что-то такое, но давайте это не будем затрагивать. Вот такая есть связность. И давайте, что я хочу сделать, чтобы закончить эту серию лекций, я вам покажу какие-то результаты про эту связанность и скажу немножко, как она связана с физической моделью. Вот, давайте несколько... Она дает ассоциации, да? Сейчас, Сейчас, да. Ну, это правда, но это такая... Сейчас мы это увидим. это не совсем такая прямолинейная история. Ну, вот, может быть, несколько теорем по эту связанность. Это связанность Таросяна, это плоская связанность, так же, как и связанность книжника Замолотчикова. конечно, теперь, помните, по связанности книжника Замолотчикова мы это руками доказали, теперь это не так просто руками доказать, но, может быть, одна такая вещь, во всех этих диаграммных техниках Концевича все результаты, которые верны, ну, почти, то есть, большая часть результатов, которые верны, следует из формулы Стокса. Это почти единственный источник. Ну, и, соответственно, здесь вот эта теорема, это просто следствие формулы Стокса для каких-то, вот, для наших интегралов по конфигурационным пространствам. Да, вот эти связанности определены сами, как интегралы, и после этого оказывается, что уравнение для плоскости этой связанности оно должно, конечно, свестись к какой-то резонной версии формулы Стокса. Ну, главная сложность тут обычно, что эти формулы Стокса все пишутся, вот эти все конфигурационные пространства, если по-честному, это какие-то многообразия с углами, там есть какие-то углы, и нужно правильную формулу Стокса написать, которая учитывала компоненты, компоненты границы соответствующей размерности, то есть это такой наиболее сложный элемент. Значит, вот следующая теорема, конечно, нам говорит что-то об ассоциаторе. Ну, как и в прошлый раз, давайте обозначим буквы φ, значит, глономию между нулем и единицей связанности Тарасяна для трех точек. Ну, это как раз та связанность, про которую мы... Сейчас, пример я стер, да? Может, не так удачно было. Ну, вот. Это как раз та связанность, по которой я показывал пример. Ну, тогда что же про нее верно? Значит, про этот элемент верны две вещи. Во-первых, φ это единица плюс 1,24 вот это такого дерева, ну, там стоящий сюда знака, плюс деревья, деревья с большим количеством с большим количеством внутренних с большим количеством внутренних вершин, да? Это единственный тип дерева, который мы можем написать с одной внутренней вершиной. Ну, да, здесь нету таких коротких деревьев, то есть нету 1,2, 2,3, 1,3. Ну, и, конечно, второе, самое важное утверждение, что φ удовлетворяет уравнению Пентагона. Помните, да, для того, чтобы написать уравнение Пентагона, нужно уметь писать вот эти вот объекты для сложных индексов, там 1,2, 3,4 и так далее. Ну, вот, значит, мы можем легко написать уравнение Пентагона и оно выполняется вот для этого элемента. Может быть, один такой комментарий. Помните, мы там в прошлый раз мучились с регуляризацией, то есть, если бы мы определили наш исходный φ таким вот способом, то на самом деле он бы расходился, да, то есть там нужно как-то мучиться с тем, как и что регуляризовано. Вот, для этого элемента φ таких проблем нету. Этот элемент φ, вот это, это просто настоящая формула. Это голономия вот этой связности между нулем и единицей. И, значит, может быть, я небольшой пример покажу, да, вот, как мы вообще должны считать φ, да, ну, φ это, понятное дело, единица, но после этого, вот, например, вклады вот этих вот членов, как они будут выглядеть. Ну, понятно будет, да, вот такой вот интеграл, например, от нуля до единицы, да, здесь будет t1,2, и здесь d от логарифма, и здесь будет что? 0, d от аргумента, да, d от аргумента, 0 минус z. Вот, но, как вы понимаете, аргумент не меняется, да, если z между нулем и единицей перемещается, поэтому этот дифференциал просто равен нулю, и вот этот вклад, про который мы раньше так беспокоились, из него получался расходящийся интеграл, когда здесь стоял логарифм, теперь эта штука просто равна нулю, вот как вы уже и сами говорили, что другая асимптотика, другое поведение, поэтому этого, этого члена просто благополучно нет. Ну, конечно, есть и еще одно слагаемое такого же типа, интегралы от нуля до единицы, t2,3, и здесь d, да, единица на 2π, ну, для нуля это не сильно, вот, d аргумента z минус 1, ну, и этот аргумент тоже не меняется, и поэтому здесь снова получается 0, вот, плюс и так далее. Вот, то, что раньше нам как-то нужно было руками, либо там как-то себя убеждать, что, что значения какие-то z от единицы равны нулю, ну, в общем, нужны были какие-то усилия, либо алгебраическая какая-то регуляризация, то здесь это просто все, все по-честному, никаких, вот эта формула, она прямо так и дает. ну, да, вот, вот у нас отрезок, да, от нуля до единицы, вот у нас z, ну, и аргументы этих двух комплексных чисел, да, если бы алгарифм, то тогда бы неприятно вышло, да, а если аргумент, ну, аргумент у комплексного числа, согласны? Нет, я понял, да, ну, давайте, может быть, я, я, я напомню, да, если бы мы хотели написать kz, да, если вместо, вместо t, вот давайте я синим напишу, да, если вместо t написали kz, да, то здесь нужно было поставить вместо аргумента логарифм, ну, и тут еще, может быть, и поставить, да, а вот этот вот нужно было бы выкинуть, вот это было бы, это была бы связанность kz, тогда бы она просто оказалась плоской, без вот этих всех мучений с конфигурационными пространствами, вот, но, ну, за это или, ну, не знаю, у нее было бы другое асимптотическое поведение, вот здесь бы, вместо вот этих нулей, когда вы поставили логарифм, то, конечно, получили бы формально расходящиеся интегралы, ну, и нужно было бы дальше предпринимать какие-то телодвижения, эта формула бы перестала быть в таком прямом смысле правильной, потому что она была бы плохо определена, нужно было бы что-то дальше делать, работать с ней. Да, ведь, на самом деле, аргумент уже как-то типа мнимая часть слагаемая. Да. То есть, мы можем здесь просто чинить эту лодочку и отбросить, и сейчас включать это мимую. Тогда, ну, тогда она не станет, перестанет быть плоской, да, ведь вот эти вот слагаемые, которые мы стали добавлять, конечно, можно взять вот просто вот этот вот кусок связанности Тарасяна, но она не будет плоской, потому что, помню, когда мы проверяли это дело, там было какое-то тожество рациональных функций, красивое для того, чтобы связанность книжника Замолочникова оказалась плоской. Если мы заменим логарифм на аргументы, эта магия исчезнет. И после этого возникнет кривизна у этой связности, которую вот здесь вот, ну, как-то мы убиваем таким мучительными, мучительными добавками всех просто деревьев с какими-то коэффициентами. А если я этот логарифм оставлю, но не добавлю вот эта новая слагаемая по всем деревьям, она останется? Нет. Нет? Нет. Значит, ну, можно как сделать? Можно поступить таким способом. Есть и такой вариант этой науки. Можно добавить, вот, то есть, взять логарифмы и добавить это слагаемое. Но только в этом слагаемом, помните, у нас была вот эта вот формула, да? Но тогда в этой формуле тоже здесь поставить логарифмы. Да. Тогда все интегралы окажутся равными нулю. Все участвующие вот эти вот интегралы, да, по промежуточным точкам окажутся равными нулю. И это просто понять почему. Потому что окажется, что все наши дифференциалы голоморфные, которые в них входят. А для того, чтобы интеграл от голоморфного дифференциала по чему-то был не равен нулю, нужно, чтобы это, то есть, это более-менее невозможно, да? Потому что у нас же все эти такие циклы или все эти многообразия, по которым мы интегрируем, они вещественные. Поэтому эти интегралы все просто окажутся равными нулю. Все формы обратятся в ноль, поскольку просто из-за антисимметрии будет слишком много дезетов, не будет никаких дезет с чертой. Вот. Единственное, что останется... Первая слагаемая никакой не ноль. Первая слагаемая не ноль. Совершенно верно. А вот эти, а все остальные окажутся нулями. так что, да, это можно так написать. Можно считать, что в связанности книжника Замолодчикова незримо есть эти слагаемые, но они все равны нулю. Можно так думать. Ну, единственное, что, вообще говоря, тут это, конечно, будет опасное такое слагаемое, потому что вот теперь эти интегралы, к счастью, ноль по таким соображениям. Но если бы нет, это интегралы от каких-то неприятных форм с сингулярностями и шаг вправо, шаг влево. Ну, то есть, дальше-дальше тут нужно как-то реально разбираться. Например, если вы захотите на полуплоскости это делать, вместо того, чтобы делать на плоскости, даже там, это уже, ну, то есть, это вроде бы правда, что все эти интегралы сходятся, но эта статья еще не вышла. Так что... Сейчас. Я еще такого слова не говорил, это вы сказали. Смотрите, я сказал, что φ удовлетворяет вот этому нормировочному условию и удовлетворяет вот этому уравнению. Вообще говоря, тут с ассоциатором я бы не торопился, потому что, помните, ассоциаторы по определению это ряды от двух некоммутативных переменных, в которые мы потом начинаем подставлять генераторы алгебры ТН или Т4, там, Т3. Но здесь этот φ он принимает значение в экспоненте от алгебры Ли. Значит, давайте я так напишу. Он принимает значение в экспоненте от алгебры Ли 3,3. Ну, алгебра Ли 3,3 это вообще-то большая алгебра Ли, она намного больше, чем свободная алгебра с двумя разнообразующими. значит, для того, чтобы что-то сказать, нам нужна следующая теорема. Вот, это нетривиальная теорема, во всяком случае, я не могу сказать, что очень хорошо знаю ее доказательства. ее доказали Шевера и Виллвахер, и, значит, эта теорема вот что говорит, что на самом деле связность Тарасяна принимает значение в алгебре ТН, в алгебре, которая находится внутри, инъективно находится внутри деревьев. То есть, хотя мы, на первый взгляд, кажется, что мы складываем все деревья, но окажется, что вот эти формы, они так друг с другом кооперируют, что здесь ненулевые вклады будут только у деревьев, которые получены из вот этих вот коротких деревьев многократными скобками. ну, это дело базируется, но, может быть, я скажу пару слов об идеях, которые они используют при доказательстве. Это какой-то не очень простой факт, как мне кажется. И делают они примерно так. Они сначала строят L-бесконечность плоскую связность для L-бесконечность алгебры, которая построена из всех графов. Я вам показал алгебру Ли, которая построена из деревьев, а они строят, они берут любые графы, у которых нумеруются, снова, красятся в цвета листья, то есть одновалентные вершины, и строят примерно таким же способом с помощью техники Концевича строят плоскую связность. А после этого они доказывают, что когмология вот этой вот алгебры относительно ее внутреннего дифференциала изоморфная ТН. А после этого доказывают, что вот эта связность Тарасяна получается как, значит, если мы вычислим в этой связности когмологию, то получится снова плоская связность, и с одной стороны это связность Тарасяна, а с другой стороны мы теперь знаем, что она вынуждена принимать значение в ТН. То есть здесь есть какая-то относительно сложная комбинация идей, которая позволяет доказать, что связность Тарасяна, то есть я как руками это делать не знаю, это какое-то сложное, ну, то есть какое-то утверждение, которое, для которого нужна во всяком случае, они используют комбинаторику всех графов. здесь слой это алгебра и относительно скобки это не плоская, а вот относительно там, если у вас что-то побольше, то будет высокую бесконечную структуру, вы можете сказать, там уважать это. Нет, еще раз. Нет, еще раз. Значит, утверждение вот какое. Мы сейчас написали ее как связанно со значениями в 3N. Но это я понял. Просто еще раз. Схема доказательства такая. Они строят сперва плоскую связность, которая принимает значение еще намного больше и не алгебре, а L-бесконечность алгебре, в которой есть все графы. После этого они доказывают, что когмология этой L-бесконечность алгебры изоморфный ТН. А после этого они доказывают, что когмологию, если мы применим когмологию к связности, то получится связность Тарасяна. Ну, и это значит, что она должна принимать значение в ТН. Такая схема. Как тут получается постеперевожно или это неверно, что вот эта связность, как плоская связность, она не уважает скобку Ли на 3 ТН? Почему уважает? ТН это... Почему уважает? ТН это же... ТН это же... Она... Это галморфизмом Ли она сюда инъектируется. Поэтому... Почему не уважает? Скобка-то в любом... Со скобкой в любом случае какая-то уважает. Это плоская связанность относительно этой самой 3Н. Но если она принимает значение в ТН, она и плоская связанность относительно ТН, потому что это под алгебра Ли. Так что... Нет, нет. В этом смысле никакого обмана. Я просто хочу сказать, что то, что я показываю до сих пор, это вроде руками можно проверить. А это я так руками проверять не умею. В принципе, наверное, это может быть есть какой-то более экономичный способ, чтобы вот эту вот всю бодягу не разводить, а как-то прямо деревья связать напрямую с этим ТН. Но я не знаю, это не очень простой способ. То есть решить про дерево, получилось оно, оно находится внутри Т или не внутри Т, это вообще говоря сложный вопрос. И здесь это некая магия, что вот эти все коэффициенты так вот сработали, да, что это так вышло. потому что вообще группа голономии редуцируется. Да, группа голономии редуцируется. А какая группа ЛИ? Ну, они же просто грандуированы, поэтому их группа ЛИ просто вы можете экспоненцировать. Они положительно грандуированные все эти. Голономию надо изучать, будет проще вот эти связанности или что-то нравится. Ну, видите, сама связанность описывается не очень в простых терминах. Поэтому, но возможно. Но в любом случае это правда, то есть вот есть такая теорема. И это означает, что Фин... А, нет, это известно. Да, да, это легко проверить, потому что он вещественный. Значит, это ассоциатор вещественный. Ассоциатор книжника Замолочникова легко проверить, что он комплексный, в том смысле, что там есть много, ну, например, все нечетные, все всюду, где возникают нечетные значения зета-функции, там стоит И, да, то есть они меняют знак, когда вы сопрягаете. А здесь этот ассоциатор чисто вещественный. Поэтому он не может быть равен. Там, значит, была такая гипотеза Этингофа о том, что он находится ровно на геодезической между Фикозет и Фикозет с чертой посредине. Но как-то она оказалась вроде бы не совсем верна. То есть Росси и Вильвахер посчитали точно вроде бы эту траекторию, но снова они рассказывают про это, но нету статьи опубликованной, даже в архиве нету. В общем, они знают как-то эту траекторию между ними, но вроде бы в результате более сложная траектория, то есть нужно не просто однопараметрический подглубь пойти. Ну, в общем, то есть но в любом случае этот ассоциатор не равен Фикозет. Это легко проверить. Ну, раз он четный, то во всех нечетных порядках он ноль. Там в порядке три, например, он ноль, а соответственно Фикозет будет пропорционален зета от трех. Ну что, у нас в результате осталось не так много времени, давайте я просто про физику немножечко все-таки два слова скажу, как это все дело связано как это все дело связано с физикой. Так. значит, это связано связано с такой моделью БФ в двух измерениях. Ну, я скажу, может быть, просто несколько слов, да? Значит, модель БФ это такая наука. У нас есть двумерное многообразие и у нас есть два поля. Это калибровочное поле. Ну, давайте я вот так напишу, да? значит, А это калибровочное поле, один форма, которая принимает значение в алгебре Ли, и Б это функция, которая принимает значение в дуальном пространстве, да? Вот, можно написать такое действие или такой Лагранжан. Вот, ну, наверное, вы либо знаете, либо слыхали, что в теориях, в квантовых теориях поля есть правила Фейнмана. Да, БФ, да, это да, 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 это совершенно верно. То есть, тут не в честь людей, а в честь букв. Вот, тут я не знаю, давайте я вас сперва попробую немножко обмануть, но если вы найдете обман, то вам плюс. Значит, ну что, правила Фейнмана, да? Что там есть в правилах Фейнмана? Во-первых, там есть, даже в нескольких местах обманул. Во-первых, там есть пропагатор. Пропагатор, который получается, то есть, ну, в правилах Фейнм то есть будут какие-то графы, да, которые соответствуют этой теории, и, прежде всего, ребра, ребра соответствуют вот этому квадратичному, квадратичному члену, значит, А, Б, и, значит, нужно выбрать обратный к оператору Д. Конечно, к нему трудно по-настоящему выбрать обратный, но один из возможных вариантов такого квази-обратного, это как раз будет единица на 2Пи, Д, аргумент З минус В, да, значит, это просто квази-обратный, квази-обратный к Д. Ну, он квази-обратный, потому что это теория калибровочная, там есть какие-то какие тонкости. Ну, во-вторых, у нас будут, это пропагатор, и, во-вторых, у нас будут вершины. Вершины соответствуют не квадратичным, то есть кубичным и более высоким порядкам в Лагранжане, и здесь у нас такая кубическая вершина БАА, вот она будет выглядеть вот таким вот способом. Ну, и что же, как же, как же дальше мы должны действовать в физической теории? Мы должны из вот этих ребер и из вершин строить графы, диаграммы Фейнмана. Ну, как же будут выглядеть, спрашиваются эти графы. Ну, они будут выглядеть вот таким образом. Вот вы берете какое-то количество вершин и к ним приделываете пропагаторы. Вот. Получаются, как видите, трехвалентные деревья. Например, да? Например, среди других графов, получится трехвалентные деревья. После этого, что нам предписывают? Предписывают делать диаграммная техника. Нужно проинтегрировать по позициям, нужно проинтегрировать по позициям вот этих вот внутренних точек. И это, вроде бы, в точности то, что мы с вами видели. Теперь все-таки о физическом смысле. Тут я вас в нескольких местах обманул. Неплохо бы, чтобы кто-то мне сказал, где. Одно место относительно важное. Вот. Значит, а пока вы думаете, ну, какой физический смысл, собственно, этой связности Тарасяна. Она играет вот какую роль. Мы рассматриваем в нашей теории корреляционные функции определенного свойства. Это вот такие вот корреляционные функции. То есть мы выбираем какие-то источники. Давайте я их назову, может быть, кси, да, кси1, ксиn. И выбираем точки на плоскости z1, zn. Вот. И мы изучаем вот такой вот коррелятор. Давайте его назовем такой буквой f, z1, zn. Ну, обычно пропагатор объединится лоплосиан. Ну, это если у вас, это у вас, если здесь стоит лоплосиан, правда же? Ну, пропагатор, это, в любом случае, это обратный к вашей квадратичной форме. Если ваша квадратичная форма вырожденная, то вы должны вести переговоры с ней, чтобы найти какой-нибудь квазиобратный. То есть, это всегда квазиобратный... Да, нужно... Да, да. Ну, переговоры, вести переговоры. Почему обратный к d, если квадратичная часть это скобка а с а? Почему? Квадратичная часть вот она. Смотрите, нужно считать все поля вместе. Вы считаете и b, и а. да, да, да. То есть, квадратичная часть это вот это. Значит, на ребра вы должны писать вообще говоря обратный обратный к тому оператору, который здесь стоит. конечно, обратный к d нельзя написать, потому что он не существует. Поэтому там нужно какие-то дополнительные шаги предпринимать. Ну, например, вот это вот хороший выбор. Вот. А вершины вы пишете всегда все, что стоит, все остальное, все кроме квадратичных, все кроме квадратичной части. ну и здесь вот это значит, у вас есть b, a и a, и здесь это просто скобка ли, да, здесь стоит. почему здесь скобка ли в одной точке к огне. Это все, это все локальное выражение. Да, да, да. Да, да, да. Все, все. Нет, тут обманы. Ну, совершенно верно, но это эквивалентно тому, чтобы писать координаты того, чтобы писать если написать в координатном представлении, то получится как раз это. Здесь нет обмана, но в другом месте есть обман, между прочим. Друзья, где он? Давайте я вам покажу все-таки. Это мне не очень хочется так оставлять. Тут вот все-таки есть два разных поля, b и a. Поскольку тут есть два разных поля, то вообще говоря, вот на этих вот стрелках должно стоять где-то направление, потому что оно должно нам говорить, где b, а где a. И точно так же здесь у вас есть два a и одно b, да, то есть вот на самом деле тут некоторый небольшой обман, ну, или большой обман, который я вам показал, получается все-таки не совсем то же самое, что я вам показывал до этого. Получаются вот такие вот ориентированные деревья. А я вам показывал деревья без ориентации. И тут есть вот такой вот рецепт, который, может быть, я вам сразу покажу. Ну вот деревья без ориентации инъектируются в деревья с ориентацией. И это делается таким способом. Представим себе, что вот у нас есть такое дерево, да, без ориентации. Тогда оказывается, что если мы применим вот эти вот все правила, то на нем будет ровно столько ориентаций, сколько у него есть листьев. Так вот, нужно просто сложить все эти деревья с разными ориентациями, которые из него получаются. Ну и, скажем, если на верхней полуплоскости изучать науку, то это уже будет довольно важным. давайте я последнюю напишу формулу здесь. Окажется, что производная, там, дифференциал вот этой вот корреляционной функции, он как раз и равен связности Тарасяна, которая действует на f. Последнюю вещь, которую мне нужно вам сказать, как связанность Тарасяна будет действовать на корреляционные функции. она будет действовать вот на эти индексы, на эти кси. Помните, я говорил, что деревья действуют как дифференцирование на свободную алгебру Ли. Вот, давайте я покажу это действие. Вот, например, такая вот штука, да, 1, 2, 3, как она действует на кси 1. Вот, она действует таким способом. Это кси 1, скобка с кси 2, кси 3. Вот такое вот дифференцирование, которое кси 1 отправляет в скобку кси 1, кси 2, кси 3. То есть, ну, есть какой-то более-менее рецепт, да, как это действие устроено, и получается вот такое вот уравнение. Оно похоже на уравнение книжника Замолотчикова, которое мы до этого видели. Ну, может быть, и вот последнюю вещь сказать, все-таки это остается полностью мистическим. у нас есть две модели довольно разные. В них получаются уравнения одного типа. Соответствующие связности решают задачу об ассоциаторах Дринфельда. Хотя, ну, мы видим, да, детали довольно сильно отличаются, но окончательные результаты похожие. То есть, получаются объекты из одного вот этого набора ассоциаторов. Да. Так. Согласен. Нет, вот это написано теория, она вообще нестая логичная. Она вообще это логичная. Да. Это правильная это хорошая вопрос. Хотите ответ? Да. Значит, это правильный вопрос, конечно. Дело вот в чем. Когда я пишу вот эти вот объекты, эти объекты вообще говоря нарушают калибровочную симметрию. Поэтому после того, как я ввел такие объекты, разрушается топологическая природа модели BF. Потому что ну, вот вы говорили о калибровке в какой-то момент. Когда я выбрал вот этот пропагатор, я выбрал калибровку. После этого, когда я написал некалибровочный инвариантный объект, после этого про топологию вы отчасти можете, ну, не то что забыть, но, скажем так, этот объект, который не ведет себя топологически. Какая это калибровочная симметрия? Для A понятно. А, ну, на B будет действовать к присоединенным действиям. Ну, у вас кривизна преобразуется присоединенным действием и, соответственно, дуальная к нему множество логранжа B преобразуется к присоединенным действиям. То есть, проще говоря, калибровочное преобразование для A это прибавление к неточной формы или одной формы? Ну, еще, ну, может быть, все-таки лучше написать, да? Значит, калибровочное преобразование так выглядит. Если мы будем думать, что это матрица для простоты. А, просто Adjoint. Да, хорошо. Ну, да, а B, соответственно, ну, если мы думаем, что это матрица, да, то мы не делаем разницы между Adjoint и Quadjoint, и тогда будет вот так. А тут не какой-то афильный сметер. Это не то, что это можно? Конечно, конечно, вот эти, конечно, плоскость, то, что связано с плоской, это какие-то квантовые уравнения движения для... Да. То есть, что вот, опять, если смотрите по Кацимуди, после фиксации калибровочного... Нет, ну, Кацимуди, там, тут нет никакого центрального расширения. Это выраженный вектор на первом уровне. Вот и все. Есть степень B, это поле выражено на первом уровне. Ну, возможно, есть ли с точки зрения теории представлений вот такой вот... Я не знаю. Должно быть однозначно. Наверное, может быть. Но это не... Вектор более выраженное на уровне... Наверное, вы правы, но это неизвестно. Сейчас, то есть, если сделать калибровочное преобразование, то вам очевидно, что Каллиатрия не имеет. Да-да, конечно. Ну, потому что, смотрите, потому что вот здесь вот есть вот эти КСИ, да, эти КСИ, это же какие-то константы, которые мы ввели. Если вы сделаете калибровочное преобразование, они как-то подкрутятся. То есть, это не калибровочный вариантный объект вот этого. А это неопределение константы КСИ, что-то посылает. А это просто константы, да, со значениями Вал Габрили. Это же просто с чем ничем сворачивали. Просто константы... Это не калибровочный вариант. Да. Эти операторы, как бы, он выходит из тропологической теории. Да. Берет средний от операторов, который... не принадлежит. Нет, я такую вещь не прошу. В каком смысле здесь от метки ничего не зависит. Мне это не нравится. И еще раз повторяю, вот он выходит за рамки топологической теории поля, поля, которые... Ну, тут же вот, вот когда... Ну, там-то с самого начала она не топологическая, правда? То есть, здесь, вот смотрите, вот в этот момент, когда я сделал две вещи, когда я выбрал вот этот пропагатор, то есть зафиксировал калибровку, и когда я разрешил себе считать кор-функции некалибровочных объектов, в этот момент я то самое скрутил, ну, то есть, я выбросил топологическую природу модели из рассмотрения, ну, вообще временно. Может быть, есть какие-то способы ее ввести обратно? Вообще, аж, да, да. Да. Более меня задвижено, что это вообще все значит, вот, например, в случае, когда, ну, вот есть там интеграл конце вещей. Да. На него можно смотреть там как формулу вы имеете ввиду в теории узлов. Да. 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 в конце концов, я говорю, просто там обонтроннее, вот, то есть, это спектура нахистика. Как я понимаю, с другой стороны можно смотреть на это дело со стороны Черносаймсова, это метаблогическое тело, которому можно в свою очередь осматривать как нечто производное двумерно-конформное теории. Ну, это связанное с двумерной конформной теорией поля. Производное я... там просто буквально рецепт убит на статье был такой, что вот мы там выбираем какую-то комплексную структуру, берем конформные блоки, вот у нас состояние появляется. Да. А неизвестно. как здесь повторить? наверное, здесь нужно надеяться, что, может быть, можно было бы повторить эту программу, но как это сделать, так вот, как вы говорите, неизвестно. Я, например, не знаю, какая трехмерная, наверное, тоже Черн Саймонс, а может какая-то его модификация, но, например, какую трехмерную теорию к этому делу приделать, я не знаю. но, как видите, все остальное, то есть какие-то элементы, по которым я вам показал, они работают отлично, но другие элементы, другие элементы, я не знаю. Ну, и тоже, все-таки, опять же, другое дело, ассоциаторов еще там пруд-пруди, да, бесконечное количество, на них действует группа ЖРТ. Для двух, для трех точек у нас есть какие-то модели, которые, причем разные довольно модели, на первый взгляд. Может быть, это только так, кажется, которые дают похожие структуры, вот эти плоские связности, из которых получаются ассоциаторы. Ну, а остальные ассоциаторы тоже не так понятно. Наверное, в принципе, есть какая-то мастер-модель, которая включает их все и которая дает любой ассоциатор. Ну, можно было бы так думать или нет. И, в общем, может быть, в этом месте наверное, имеет смысл остановиться, потому что дальше я не знаю ответов на вопросы. спасибо. Большое спасибо за это. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ